приветствую вас всех на моем канале дорогие друзья мои подписчики случайные прохожие спасибо вам огромное что вы заходите смотрите меня ставите там классы пишите комментарии я очень вам рада я в своих заначках нашла еще кое-что и думаю сегодня я вам это покажу получилось так что я начала в кухне прибираться и нашла еще кое-что но сегодня я не все покажу еще одну коробку я достала и я забыла что в ней я знал что коробка еще там посуда но какая я уже не помнила но в следующий раз покажу и тогда мы вместе посмотрим ну вот сегодня хотела вам показать вот такой кофейный наборчик 6 блюдечек и 6 чашечек конечно может не каждый собирает такие как сказать вроде как это и маленькое такое все ну и мне пользуешься кофе мы пьем с крупных кружек нам много надо кофе вот я вам сегодня покажу посмотрите какой красивый фарфор да и вот эта черепашка она такая как сказать всегда же говорят надо дома чтобы всегда черепашка стояла ли что так нет где-то на посуде была черепаха она все-таки ассоциируется с долгожительством она никуда не торопится она все же успевает и в итоге она живет очень долго это нам людям намек никуда не спешить жить спокойно чтобы душа радовалась вот я вот когда нашла вот этот сервисик такой но не полный можно сказать может быть его и больше ничего нету к нему лишь не знаем он белый белый вот этот зеленый цвет каем очка он тяжеленький не скажешь что он просвечивается да вот такая у него маркировка томас вообще томас это порцелановая мануфактура она с 1872 года а в 1980 1908 году по 1960 она была как акционерное независимое отделение розенталь в 1913 году там трудилось 400 человек а в 1930 уже до 1000 человек ну в 59 60 годах сменили название на розенталь клейму зеленые поэтому я думаю если тут не розенталь значит это уже не такое как сказать молодое или современное да но это дописано внизу черным а сама маркировка темно-зеленым сейчас я вам покажу блюдечко садика и прелесть белый белый да видно что и вообще не пользовались не все на месте и на каждом блюдечке такое же только почему черные этой надписи как вот на этом нет но почему не знаю их так приятно держать в руках и тут тоже каем очка зеленая я думаю что они встречаются наверно где-то в антикварных или в этих магазинах потому что мне кажется я даже в роликах у кого-то видела такие вот черепашка только с одной стороны нарисована да такая прелесть у меня сохранилась шкафчики все думала то ли отдать то ли чтобы вместо и и так забыла про него когда-то он может где-то и проходил у меня уже частично может быть когда показывали чайные эти пары или кофейные да ну в общем такая вот красота теперь я сделаю вот так это в стороночку еще я такую пару нашла думаю что это сувенирная чикаго написано наверно кто-то привез когда в отпуск ехал я думаю но она очень видите какая тонкая просвечивается их красивый фарфор и ручка такая красивая ножка видите как сделана и сама вот чашечка она такая видите как вот неровная такая а тут даже какой-то рисунок как овальная на него на нем нанесена позолота фонтан тут какой-то сити биотюфюль может америка наверно а тут нет ничего и ничего внизу нет но нравится она мне в я ее и храню почему бы и нет да красивая такая у меня еще запасниках была так теперь чё же я вам еще хотел еще я хотела вам показать вот эту вазочку тоже беленькая она как бы подходит какая красота да такая утонченная тоже она без не безродная но она мне нравится и поэтому она с одним цветочком таким красивым и у меня стоит я когда вы показывала вазочки я не все доставал треки не замечаю и так в каждом углу стоит какая-то ваза и поэтому эту я обнаружила возле телевизора туда совсем назад и сбоку только можно увидеть и я еду надо ее вам показать посмотрите какая у нее вот тут красивая да и тоже белый белый этот фарфор и верху она также сделана но по-видимому качество все-таки очень хорошее качество потому что я вот у меня есть такие блюда белые такие современные удлиненные ну и купила я как-то в таких магазинах здесь я уже не помню точно в каком но вот эти где продуктовые там же иногда и посуда бывает да они тоже такие красивые глянцевые да я их сегодня достала я дичь а то удивилась меня поразило они такие современные модные смотрятся хорошо когда я приглянулась одно блюдо она почему-то мелкую мелкую трещинку и но их не сильно видно но все равно видно вот почему ну они конечно тоже клейма нет ничей да вот такое качество а и мы сейчас покупаем и показываем вещи которым не знаю сколько лет да а они хорошие вот что значит качество а это вот покупаешь в этих магазинах и она это я тоже одно блюдо нормальная а второе почему-то встречи много трещин да знаю не могу себе представить почему только качество наверно такое вот такая ваза значит теперь я вам еще раз покажу вот эту вазу из бисквитного маленькую в яшку показал он когда на окне но мне кажется она настолько красивая что она имеет место быть я ее еще раз вам покажу смотрите как вот выдавлены эти розы эти лепесточки мне она очень нравится у меня еще одна большая но ее я вам хорошо показывала и это вот я когда ее увидела и взяла в руки сразу поняла это еще ни в не разбиралась тогда и я сразу поняла что это что-то необыкновенные потому что это ощущаешь когда смотришь на этот на это все что это что-то такое что с этим надо знакомиться я когда начала про это читать про бисквитный фарфор да он не так обжигается как сильно или много раз как эти глянцевые сена и еще сколько было создано статуэток в россии при екатерине 2 они делали и рамки и статуэтки из бисквитного очень много интересных вещей когда смотришь это самое я тогда все это прочитала и мне это стало интересное я вообще по ходу всегда что-то и собирала я никогда не думала что я буду это показывать где-то на канале да да наверно многие также начинали и и не думали что будут что-то там показывать или рассказывать но время такое надо чем-то заняться очень хорошая вещь почему бы не показать людям рассказать о ней и потом это так приятно до души да и это когда ты можешь что-то подержать в руках увидеть приобрести еще и поделиться с друзьями я очень много нового знаю про российский фарфор через канал и посуда наших мам теперь теплое эхо и но я не могу всех назвать я название то их не все не помню у извините или прошлое как канал-то называется эхо прошлого или как-то ну много девчата и вы меня извините я же мне немало лет и я не очень хорошо запоминаю уже будто но я вас всех смотрю и очень рада что я могу это делать магия фарфора вот я начинаю вспоминать и я все это смотрю но девчата знает кому я захожу мне очень нравится у надежды макарова у нее целый клайн клондайк этой посуды где можно знакомиться с русской посуды какие были сливочники сахарницы ну вообще спасибо вам огромное девочки так и что то что еще по-моему вам хотела показать сейчас да она немножко может быть но все равно я не помню я вам это показывала или нет до чего я люблю вот этот сливочник ему уже скоро сто лет да и по сравнению с моим блюдом который я купила в магазинах который потрескался он нигде ничего и настолько он красиво сделан и золото на месте и маркировка у него есть фляж альт вассер германия но видно по маркировке да что он уже старинный и это конечно до него были другие это еще были потому что раньше где-то я прочитала что раньше все писали синим что эти мануфактура была синим да а теперь когда зеленым это уже не совсем стороны так я прочитал ему 70 чем-то лет да до чего сохранился нигде не трещинки а он нигде вот когда присматриваешься качество вот люди делали да так и на котором стоит моя камера девочки сейчас еще одну вещь покажу вас сразу покажу вам маркировку повернула и неправильно видите как и не знаю видно вам нет кельп тильшаем ребека уже стерлась немножко номер какой-то да но само вот это вообще это это что это же не не супница это наверно как она называется то правильно девочки подскажите по-русски как ну в общем я в него когда что-нибудь на стол ставлю горячая ложу и все потому что она большая и я вот все думаю должна была к ней крышка идти или не должна была как вы думаете так это тоже а еще сильнее стукнуло но звон какую это чикак 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 скорее да вот смотрите и внизу позолота и ручки такие красивые вот я лично пользую туда мясо с картошкой или мясо с капустой или чего-нибудь такое пельмени отварить на стол поставить а удлиненной формы она ну это не супница конечно да утятница может быть извините меня девочки в общем вы мне напишите вот и все наверное что я хотела сегодня показать поделиться с чем какие мои находки давнишние но я в закромах еще чего-нибудь найду показать очень мне нравится вот эти шесть кофейных пар они такие милые и имеют значение это знак жить долго как черепашка пока пока всего вам доброго девчата я заметила одну за собой тенденции я пока ролик снимаю а в конце я когда уже хочу от вас отключиться я смотрю на время у меня всегда около 15 минут вот как это можно как будто у меня бы на больше слов не хватает это шутка конечно но вот так получается давайте пока пока я вас всех обожаю в следующем видео в следующем видео